МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинцы уже реально. Закрытые опросы шокируют Кремль. А первоначальный план захвата Украины стал доступен общественности. Почему Путин стал часто странно дергать ногами? И как его дублё распалили на Крымском мосту? А также фото его легендарного бункера. А секретные бункеры? Нет, не бункеры. Это целые подземные города. Какой секретный документ подписали в Минске без участия Лукашенко? Военные готовы к отстранению неудобного диктатора. Вот я неделю не сплю, думаю... Что рассказал пленный Вагнеровец? Откровения, которые не понравятся Пригожину. И хроники смех державы, которые не понравятся скрипоносцам. Ой, к сожалению, риски распада Российской Федерации резко выросли с началом этой спецоперации. Среда, середина недели, а мы посреди всего в самой гуще событий. Тех, которые уже настоялись и устаканились, и тех, что лишь начинают набирать обороты. Главное из того, что происходило и происходит вокруг, всё самое важное за последнее время. А было ли по плану, что через 9 месяцев начнет прилетать в Рязань и Саратов? Даже самые патриотичные россияне в сети, кажется, начинают что-то подозревать. Ведь такими темпами и до Москвы недалеко. Нет, ну это уж слишком, скажет зомбированный электорат Путина. Что ж, про одноименный крейсер говорили также. Сравнить последние события по значимости можно, пожалуй, лишь с подрывом Крымского моста, отступлением из Херсона или отрицательным всплытием флагмана Российского флота. Ни военные, ни пропагандисты, ни даже телевизионные экстрасенсы такого не ожидали. Некие никем не опознанные летающие объекты спокойно наносят удары по объектам стратегического значения. И это за сотни километров от границы с Украиной. Только за последние несколько дней поражены аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, Бавовна, на хранилищах топлива Минобороны в Курске и Брянской. Особой пикантности придает факт, что под раздачу попала авиация из состава ядерной триады «Скрепдержавы». Унизительно, но отнюдь неудивительно для Второй армии мира и дырявая работа ПВО. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения и строя российских самолетов в дальние авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Англии в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Вот так выглядит незначительно поврежденная обшивка по версии Коношенкова. А так тот самый беспилотник Стриж. Советский примитивно копеечный и огромный, но способный пролететь 700 километров и спокойно поразить стратегические ядерные силы РФ. Видимо, суперсовременная российская ПВО работает только с суперсовременными объектами. Ну или же не работает вовсе. Горело даже не столько на самих аэродромах, сколько в яузских патриотических кругах. Атака на Энгельс – законный повод для ядерного удара. Неизвестный БПЛА атаковал полностью беззащитный аэродром, на котором стояли наши ядерные ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Даже самые лояльные из блогеров трещат по швам от ярости. Такими темпами под ударом может оказаться и Москва. Негодуют диванные оккупанты, глядя на карту и осознавая исторический провал. Удар беспилотниками по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного зал по трех самолетов. И скрипоносцам от этого удара еще не скоро удастся оправиться. Тем более, что каждый день теперь прилетает в каком-то новом и интересном месте. Лукашенко приготовится. И это они всерьез еще ничего не начинали. Но беспокоиться россиянам уж точно не о чем. Мощнейшие оборонительные сооружения появились на границе с Украиной в Белогородской области. Окупанты продолжают обстреливать Украину. Говорят, бьют по инфраструктуре, которая помогает убивать русских. Как именно провода помогают убивать русских, не уточняют. Умирает разве что их надежда на победу, когда в сети появляется правда. Примечательно, что один из своих последних массовых обстрелов оккупанты совершили как раз в годовщину Будапештского меморандума. 5 декабря 1994-го был подписан документ, который обещал Украине целостность и защиту в обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала. Тогда лидеры США, Великобритании, России и Украины в Венгрии вряд ли могли себе представить сегодняшнее событие. Документы, чья доля, дают ответы на много и сегодняшних вопросов про Россию. Что-то просто подписать с этими террористами миром. Что-то просто погодить с ними точно порушу. Калибры Х-101 и другие крылатые ракеты РФ вновь летели лишать украинцев жизни, света и надежды. Но им вновь обломали крылья. Из 70 ракет украинские ПВО сбили 60. Обломки одной из ракет упали на территории Молдовы. К счастью, там обошлось без жертв. А вот в Украине за последнее время вследствие российских атак погибло по меньшей мере 4 человека. В ООН считают, что с начала войны в Украине погибли 6702 мирных жителя. Более 10 тысяч были ранены. Но это не окончательные данные ко многим районам. Где идут бои, у международной организации нет доступа. Это была восьмая массированная атака оккупантов против энергетической инфраструктуры страны. В последнее время они обстрелили в эту краю, как правило, важные даты. Помимо годовщины Будапештского меморандума, 5 декабря страны G7 согласовали поток цен и эмбарго на поставки нефти из России. А 15 ноября обстрелы велись на фоне принятия ООН-резолюции о выплате ущерба Украине и старта саммита Большой двадцатки. В Генштабе ВСУ отмечают, после назначения Суровикина армия РФ стала наносить больше ракетных ударов. Чаще применять штурмовые отряды, экономить боеприпасы и использовать весьма устаревшую технику. Правда, в последнее время масштабные обстрелы происходят редко. Ракету оккупантов остается только на несколько больших атак, говорят в украинской разведке. Рассказы высокоточного ракетного оружия РФ уже подходят до завершения. Они уже давно ввели в критический уровень. Реально в них осталось еще на несколько масштабных атак, и они выйдут в полный нуль. Чи готовы они выйти в полный нуль? Ну, как мы бачим, впевнено, до этого они идут. Счет выработки новых, еще раз вам скажу, выработки достаточно обмежены. И выработки только несколько типов высокоточного ракетного оружия. При этом мощностей и комплектующих для производства новых ракет у России катастрофически не хватает. А поставлять ей готовую продукцию не горит желанием даже Иран. Окупантам уже приходится перебрасывать из Сирии на украинский фронт ракеты различного базирования, которых может быть до 6 тысяч, а также самолеты и зенитные ракетные комплексы. Всего за 9 месяцев войны Россия нанесла 16 тысяч ракетных ударов по Украине. На восстановление страны может понадобиться более триллиона долларов. Путин удивлен результатами войны в Украине, говорят в американской разведке. Ну, точнее, отсутствием какого-либо результата. США даже допускают, что Россия может отступить из Украины без подписания мира. Ну, не отступить, а убежать. И не по своей воле, а по доброй. Зеленский приехал на передовую в Славянск и Донецкой области, где поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил, подбодрил и вручил награды героям. Сейчас оккупанты хотят окружить Бахмут, на что бросили основные свои силы. Правда, сил хватает только на обстрелы. От красивого 70-тысячного городка остались лишь руины. И когда стратегическая цель россиян теперь, скорее, уже символическая. За полгода в этом направлении оккупанты продвинулись лишь на несколько километров. Но в голове у путинских военачальников все по плану. Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытная, Андреевка, Белогоровка, Южная и Гурдюмовка. Про то, что оккупанты бегут из Запорожской области, а ВСУ активно идут вперед на Сватовском и Кременском направлениях, министр нападения РФ скромно умолчал. Но он, в принципе, и не знает, что это такое. Военного образования-то нет. А в СУ только за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и пять танков рапортует Генштаб. Но в целом темпы боевых действий будут снижаться, считает в американской разведке. В первую очередь из-за зимы. У оккупантов на зиму было несколько сценариев, в том числе белорусским. Но пока у Путина банально не хватает сил для отправки нужного количества мяса для создания наступательной группировки. А потери, быстрая трата военных запасов, проблемы со снабжением и обеспечением, освободителям даже гусей приходится воровать, не позволяют на какие-либо резкие телодвижения. США допускают, что Россия может отступить из Украины без подписания мира. А на Западе, наконец, окончательно осознали невозможность переговоров с агрессором. Много замечательных вещей было сказано. Ну, например, слова Стотлова, наконец-то они это поняли. То есть они всегда это понимали, но никогда не признавали, что он сказал, да, мы платим за эту цену, за эту войну, но мы платим деньгами, украинцы платят кровью. Это очень важное, очень важное заявление. Оно означает, что рано или поздно, пусть не сегодня, но завтра, они решатся. Бросить все средства для того, чтобы окончить конфликт как можно скорее. Ну и Байден, извините, Блинкин на второй день. Целый час он объяснял то, о чем мы с вами говорим уже несколько месяцев. О том, что никакие переговоры с Путиным невозможны, потому что переговоры это для него просто орудие получить пазу, перегруппироваться и единственный путь к миру это полный вывод эмоциональных войск. То есть настрой западополитический. Ну мы видим, какими жесткими заявления делают тот же Папа Франциск. Ну а тектонические изменения в политическом классе Германии. Мы же, тот Штайнмайер, который для нас был символом капитуляции, он заявляет, что невозможны какие-то договоры и так далее. Все в один голос говорят, будут в Украине помогать столько, сколько нужно для победы. Это очень примечательно, действительно такое невиданное еще в начале войны единство. Это решение Запада решил с Путиным кончать. Еще одна важная вещь. Впервые речь идет уже о заказах Пентагона для Украины. То есть не просто о поставках со складов, запасы которых имеют свойство заканчиваться. Но у Путина есть свой ответ. Там готовятся к полноценной волне мобилизации в начале января. А власти Приморья даже официально попросили вузы отчислить студентов с академическими задолженностями, чтобы их можно было призвать в армию. Эх, дурачки, по старинке работают. Прогрессивная армия уже давно занимается клонированием. Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют. То есть вечером мы заранили бойцов 10, увезли 200-ми троих. Утром такое же количество сразу же привозят. И так каждый день, каждый день. Но клонированных высушников все равно надо чем-то кормить. И здесь помогает гениальность белорусской пропаганды. Украинцы уже реально едят россиян. И один интересный факт. Скорее всего, вы не поставили лайк этому ролику. А ведь ваша активность продвигает наше видео в топ. И еще больше людей узнают правду. Даже у самых оптимистичных каналов иногда наступают смутные времена. Власти Латвии, ссылаясь на угрозы нацбезопасности, аннулировали лицензию навещания телеканала «Дождь». И с каждым днем история вокруг российского проекта в изгнании становится лишь все более запутанной и непредсказуемой. А в начале было слово. Вернее, слова, которыми вправду сложно приписать другое, кроме произнесенного смысл. Многие из написанных историй на нашей почте и в Телеграм-бот становятся опубликованы. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фонте. Потому что те истории, которые опубликовались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в мир. После резонанса в СМИ телеканал оперативно удалил этот фрагмент из эфира, заявив, что не помогает оккупантам с оснащениями, извинился перед зрителями. Ведущего Алексея Коростелева уволили. Казалось бы, можно ставить точку и расходиться. Но это было лишь начало эпопеи. В отношении «Дождя» власти Латвии возбудили административное дело. А совет по электронным СМИ штрафовал телеканал на 10 тысяч евро за демонстрацию в эфире карты с Крымом в составе РФ и именование российской армии нашей армии, а также отсутствие звуковой дорожки на латышском языке. Пользователи заметили также одиозные георгиевские ленточки на архивном видео из офиса телеканала. Несколько сотрудников покинуло проект, а в попытках оправдаться руководство проекта, кажется, лишь начало закапывать себя еще глубже. Эмоции, когда такое происходит, понимаете, когда обнаруживаются эти захоронения массовые, когда ты видишь наших мобилизованных пацанов, которые в лесу и нигде жить, у которых нет еды, у которых нет мандирования. Это все ужасно. Как тут быть без эмоций, понимаете? И не может быть здесь никакой нейтральной позиции. Она поэтому у нас не нейтральная, а эмоциональная. А спустя несколько дней каналу все же аннулировали лицензию на вещание в Латвии. Мы получили письмо от службы государственной безопасности, содержание которого я не могу раскрыть, однако оно явно указывает на угрозу национальной безопасности Латвии. Кроме этого, когда телеканал «Дождь» попал в Латвию, они обещали предоставить латышскоязычный трек, перевод эфира на латышский язык с сентября. Сейчас середина декабря, но трека на латышском языке нет. В разговоре с нами они сказали, что не будут этого делать, потому что не могут, хотя это прописано в их лицензии на вещание и является серьезным нарушением. Это также показывает отношение к стране. Служба госбезопасности Латвии пригрозила представителям канала уголовной ответственностью, а также рекомендовала МВД внести Алексея Коростелева, работавшего из Грузии, в черный список, и запретить въезд в страну. Претензии, советы к телеканалу «Дождь» касались абсолютно разных вещей. Первый вообще был технический, который касался перевода звуковой дорожки на латышский язык. Мы много раз разъясняли, почему мы не успеваем это делать в срок. Понимаете, комментировать это всерьез довольно абсурдно. Телеканал «Дождь» несколько раз уже пытались закрыть. История, которая начинается как трагедия, потом превращается в фарс. То, что сейчас происходит, это фарс. Мы считаем, что эта ситуация противоречит принципам демократии, как минимум. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева расплакалась и назвала подлостью увольнение своего журналиста за ошибку, а также попросила остальных уволившихся вернуться. Блин, за ошибку уволен Леша. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстроить Леша от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасное. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать, Леша, прости. И простить наши зрители, которые, конечно, видят, что мы по п***у себя повели. Да, возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно, не будет телеканала. Но не нужно это говно будет никому. Тогда про какие ценности мы тогда говорим все время. Ребята, возвращайтесь на дождь. Это была ошибка. У «Дождя» есть права спорить решение об аннулировании лицензии в суде. Окончательное решение, смогут ли журналисты телеканала оставаться в Латвии, примут спецслужбы и МИД. Уже началась подготовка к аннулированию 13 выданных сотрудникам «Дождя ВИЗ» в страну, где Россия признана спонсором терроризма. Телеканал переехал летом этого года после блокировки ВРФ. На самом деле все это уже пена. Телеканал «Дождь» найдет возможность откуда и как продолжать работать. Что не пена, так это репутация телеканала «Дождь», которую все его журналисты создавали на протяжении 12 лет. И которую сегодня многие пытаются разрушить. Но мы не позволим разрушить репутацию телеканала «Дождь». Но и без вишенки на торте во всей этой истории не обошлось. Ивар Аболиндж, руководитель надсовета Латвии по электронным СМИ, который отозвал у «Дождя» лицензию, в 2014 году писал твиты с критикой Украины и хвалил Путина. Чиновник подтвердил авторство твитов, но извинился за них и сказал, что больше не придерживается таких взглядов. Путин постоянно обещает уверенность в завтрашнем дне и не подводит. Дно это все время пробивается. Но некоторые успехи все же есть. Двойник почти не спалился, а имя Такаева удалось выговорить, хоть и дрожали колени. Хозяин Кремля наконец-то победил, но немного не там, где ему хочется. Он выговорил фамилию президента Казахстана, хоть и по бумажке. Уважаемый Касым Жамат Кемельевич, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего, хотел бы сердечно поприветствовать Касым Жамат Кемельевича. Логопеды постарались, а вот к невропатологу обратиться бы стоило. Непроизвольное движение конечностей в таком-то возрасте опасно, знаете ли. Волноваться было, чего Такаев проявил невиданную для Кремля холодность во время приема, а на следующий день улетел к Макрону. А Путин должен был вроде как на Донбасс наконец поехать. Песков все обещал, обещал, но на передовую якобы отправился его надежный друг Сергей Собянин. И как же похорошел фронт при Собянине. У всех чистые боты, все довольны и накормлены. А сам Путин, ну или его дублер, отправился к Крымскому мосту, который когда-то открывал лично. Сейчас настала пора, видимо, закрывать. Мчал к месту назначения бесстрашный хозяин Кремля за рулем Мерсика. Почему вражеский автопром, а не беленькая лада, для многих таки осталась загадкой. Странностей и без того хватало. Путина показывали в основном в капюшоне, со спины или в профиль. Да и на общих кадрах он не был похож на себя. Будто бы подменили. В сети заподозрили, что смотреть на подорванный мост могли послать двойника. У оригинала бы сердце еще не выдержало глядя на такое. Да и страшно лишний раз из бункера высовываться. А тем более, что в это же время надо было присутствовать еще и на совершенно другом мероприятии в Москве. В важном форуме волонтеров мы вместе. Это наши волонтеры. А их более 21 миллиона человек. Это 15 процентов, более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая. Огромная армия. Слово волонтер, оно такое международное. А вот доброволец, это, по-моему, чисто наше, российское. Нет, чтобы с генералом Суровикиным по передовой на танке, так он с хозяйственником Хуснулиным по тылам на Мерседесе ездит, негодует в сети. Расставаться с прелестями западных технологий бункерный не готов. Ведь в какой еще микрофон, кроме как немецкий от фирмы Бош, он будет говорить? Я всегда об этом говорю. Повторяю еще раз. Покупайте российские товары. От такого аж самому смешно стало. Без техники от загнивающего Запада никак и во время очень важных созвонов с членами Совбеза или инвалидами, которые слезно благодарят его за то, что он начал эту войну. И хотел бы еще очень сильно вас поблагодарить о том, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись. Не зря пацаны гибли. Спасибо вам. Закрытые опросы шокируют Кремль, а некоторые секретные документы всплывают на поверхность. Кто именно убедил Путина напасть на Украину и в каких секретных бункерах он прячется. От пользователей сетей ничего не скроешь. А с постановками у них не очень. За переговоры с Украиной выступают уже более половины россиян. Свидетельствуют данные закрытого опроса по заказу Кремля. Заметно снижение общественной поддержки войны на фоне постоянных поражений на фронте и мобилизации. Цифры эти в целом совпадают с результатами недавнего опроса Леводоцентра. В Кремле запаниковали. Пишут, что власти планируют ограничить количество открытых опросов на эту тему. И, собственно, людей-то жалко к нам, конечно. Люди-то ни при чем, скажем так. Я против военных решений национальных вопросов. Вы знаете, это другое государство. Другое государство. Надо о себе думать. О своих людях. Как говорится, а что случилось? А вот что. Украину ведь планировали захватить за 10 дней, а Зеленского убить. Но что-то пошло не по плану. По крайней мере, это было заложено в первоначальную стратегию Кремля по захвату Украины. Секретные планы стали доступны общественности благодаря отчету Британского института оборонных исследований. Так, окончательная аннексия Украины должна была состояться в августе. До этого времени страной управляли бы пророссийские политики. Контрразведка РФ подготовила списки тех, кто должен был быть убит, репрессирован или склонен к сотрудничеству. Обломинка произошла из-за недооценки боеспособности украинской армии, количества оружия и сплоченности украинцев, а также отсутствия нужной подготовки и плана Б. Кстати, Wall Street Journal узнал, кто склонял Путина к нападению на Украину. По данным издания, одним из самых влиятельных сторонников военного решения был 71-летний российский миллиардер Юрий Ковальчук. Он убеждал Путина, что Запад слаб и настало время продемонстрировать военную мощь России. Уверенность, видимо, придавал и тыл для зада диктатора. Как выясняется, Путин настолько смел, что у него не один бункер, а целая официальная и неофициальная система подземных убежищ. Строители, создававшие бункеры, строили для него и туннели, и частное хранилище. Диггеры показали фото подземных коммуникаций в 100 метрах от Кремля. В Москве глубина тоннелей достигает 200 метров. Размеры огромные, то есть там помещается в высоту 12-этажный дом. Там специальная также идет прокладка, прослойка бетонная, которая, видимо, должна была защитить от ударной волны. Началось строительство, по крайней мере, той части, где мы побывали в 70-е годы 20-го века. И, соответственно, где-то с 90-х годов, с конца 80-х, оно было практически заброшено все. Но с 2014 года, собственно, когда мы там и побывали, Путин активно возобновил вот это строительство. Также журналисты обнаружили, что один из бункеров расположен в горе Ямантау, в засекреченном уральском городке Межгорье. В последние месяцы работы там активизировались. А секретные бункеры, это не бункеры, это целые подземные города. Чтобы вы представляли масштаб этого Латау, и не только Латау, мне рассказывали давно-давно. Отземные горы. Огромная гигантская пустота в земле на большой глубине. Чуть ли там не с электротранспортом, потому что там не дойдешь пешком. Поэтому, конечно, вот эти бункеры существуют, они достаточно укреплены. Там есть система автономной очистки воздуха, автономной подачи воды, какие-то защитные механизмы. Там оборудованы медицинские и прочие пункты, больницы и так далее. То есть это подземные города. Ну, подземные поселки, я так сказал. Подземные поселки, которые способны там укрыть и защитить на годы, ну, скажем, десятки тысяч человек. Странный визит не служившего в армии министра Абагоне к несостоявшемуся полковнику в Минск. Что обсуждали за закрытыми дверьми Шойгу и Лукашенко, и почему вокруг этого появилось столько слухов, домыслов и версий. Переговоры и внесение изменений в старое соглашение о военном сотрудничестве состоялось довольно быстро и прямо на аэродроме в Мочулищах, еще перед встречей Лукашенко с Шойгу. По сути, военные двух стран отстранили самопровозглашенного и приняли решение без него. Полного текста договора нет, известно лишь, что в нем говорится о том, что в случае вооруженных действий против союзного государства командование белорусскими войсками переходит напрямую к российскому генштабу. А белорусов тем временем уже вовсю мобилизует в РФ, союзная же армия. Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся, все об этом знают. Вокруг мы это не прятали, да и в современном мире спрятать это невозможно. Зачем и какие изменения нужны именно сейчас? Почему Шойгу лично приехал в Минске, если Лукашенко и так постоянно на связи с Путиным? Что это, отвлекающие маневры или очередное нагнетание ситуации на севере Украины? Аналитики Института изучения войны считают, что основная цель визита Шойгу в Минск – давление на Беларусь для дальнейшей поддержки российской агрессии. И диктатор выслуживается как может. Повестки, мобилизационные предписания, сборы сверка данных и постоянное совместное занятие с оккупантами. Но пока все это лишь пыль в глаза, украинская разведка все видит. Наступательные группировки не сформированы, но вполне возможно, что Шойгу уговаривал Лукашенко на наземную операцию в Украине. Или прощупывал почву для этого, говорят в ГУР. Тем не менее, в Украине готовятся ко всем возможным сценариям. Волынская тероборона выстроила систему минно-взрывных заграждений, а в СУ провели учения на границе с Беларусью. Лукашенко мог стать журналистом в колхозной газете и писать про надои у обосренных коров, но что-то пошло не так. И тяжелая судьба заставила его 28 лет доить целый народ. А о журналистике лишь вспоминать. Вы же выбрали для себя историю, правильно? Видели себя историком и поступили на исторический факультет. Да не видел я себя историком. Теща заставила. Я хотел быть журналистом. На факультет журналистики готовился. Теща сказала, нет, не надо это, будущее, теща. Ты будешь хорошим историком. Иди сдавай экзамены. Я думаю, ну ладно. Все равно, ваша будущая теща определила вашу дальнейшую судьбу. Я думаю, вы должны ей быть благодарны, потому что... Я благодарен, да. Ну не в тёжьей дело. У агрофюрера одна история восхитительнее другой. Ну я вам хочу рассказать одну историю. Находясь в очередной раз в деревне, Работая там по деревне, бежит мужик и кричит к Валтам, Выговаривая моё имя и общество. Ну я говорю, посмотрите, что человек хочет. Подошли к нему, письмо передают. Александр Роджев, спасите не то мою жену, не то женщину, там. Неважно, человек. Где что? В Шловской больнице. Ну, как я сейчас говорю, практически в морге. В последние минуты живёт. Естественно, я не мог не отреагировать. Я её практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше была неплохая. Вот я неделю не сплю и думаю, а как же в других районных больницах? Вот я хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. Без него в стране ни одной проблемы решить не могут. И иногда он справедливо задаётся вопросом. Нахрен вы нам нужны сто лет в стране? Не обижайтесь. Мы без вас справимся. Накормим внутри и обеспечиваем экспорт. Без вас. Поэтому, если вы галстуки одели, как я, сели на эту должность, давайте результат. Не дадите, начиная от его и заканчивая каждым из вас. Я с вас шкуру сорву. Единственное, кто хоть как-то помогает Лукашенко в его нелёгком деле, профессиональная пресс-секретутка Наташа Массандра Эйсмант. Она и тамада хорошие, и конкурсы делает интереснее. После чемпионата по колке дров придумали бульбу первого. Тот, кто сделает что-то трэшовое с картошкой, получит приз. Перед вами работа победителей. ПЕСНЯ Пропаганда дала сбой. Мало того, что там говорят о выросших рисках распада РФ. Ой, к сожалению, риски распада РФ резко выросли с началом этой спецоперации. И том, что Киев брать не будут. С какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. В Киеве расположены наши святыни. Так ещё и на шоу Соловьёва просят сказочников не снимать ролики про заваренные люки в украинских танках и смертниках. Ну прекратите вы разгонять эту дичь про украинских танкистов с заваренными люками. Но те всё равно снимают. Находили танки, боевые бронемашины, БМП, БТРы. Люки заварены, что сверху, что снизу. То есть делали всё для того, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Насильственные из них сделали смертников? Можно сказать. Но понятно, те, кто там воюют, потеряли связь не только с реальностью, но и с пропагандой. В сеть попали невероятные откровения захваченного наёмника ЧВК Вагнера. За что вы сидели? 158-я. Третья – это кража. Ну, кража? Бараш. Я сказал маме, я еду служить в ЧВК Вагнер. Я сказал, ты полный критик. Ну, а вот таких вот обижен, как говорится, петухи. Представитель сказал, за ним другой петух приедет. Говорили, кто будет отступать, мы сразу будем в спину стрелять. Их за двух сотил. Из них один я остался. Россияне – вымирающий вид людей. В Забайкальском селе Елизаветина мобилизовали почти всех мужчин-кормильцев. На встречу со школьниками пришлось приглашать росгвардейцев. Особую поддержку оказывают таким семьям и сотрудники Росгвардии. Они организовали для школьников встречу с военнослужащими, которые уже побывали в зоне проведения специальной военной операции. Почему же бравые профессионалы сами не на фронте? Много других важных дел. И о патриотизме с малых лет. Смотрите, не перепутайте. Оружие в школе, в пензе и песня про ядерную войну – это хорошо. А плакат «Я люблю своего папу» плохо, потому что он дискредитирует армию РФ. Штраф 500 долларов. Интересно, стабильно нулевые сборы на вторую армию мира и ее дискредитации не посчитают? Впрочем, есть вариант, как собрать хотя бы пару копеек. Нужно больше кринжа. И есть еще конкретный пример. Стример Владислав Жмелевский из Петрозаводского. Скорее тоже запустил сбор средств на помощь российской армии. Результат – больше 400 тысяч рублей за эфир. Они же понимают, что они скоро будут уничтожены. Мы танками приедем, мы повесим вот этот вот флаг. Я лично привезу в Киев этот флаг. Я повешу его над зданием Верховной Рады Украины. Крикну, Киев наш, б***ь. Вы все, все сос***ли. На стримах даже после закрытия сборов люди хотели поучаствовать, но для этого есть, конечно, много других площадок. Эсафету принимает легенда телевидения. Вот до Бионикла. Кстати, им оказывается больно, когда я начинаю отрывать головы Биониклам. Голос страшно, да? Вам больно, больно. Да? Ну а здесь комментарии уже просто излишни. По центру принятия решений на Башингтон. По центру принятия решений на Башингтон. Еще одни сверхразумы из Хабаровска выкупили в местном магазине весь запас книг с ЛГБТ-персонажами «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» и показательно уничтожили. С тем, что происходит вокруг, или кукуха ехать, или на синьку присаживаться, маэстро Григория или обсумело совмещает и то, и другое. На концерте в Питере он психанул из-за невытянутой ноты и кинул микрофон на сцену. И ушел с концерта. Но на этом все не закончилось. Алкопевец отправился в бар, где вдруг ему захотелось поиграть в нарды. Аж на 10 тысяч долларов. У посетителя такой суммы не оказалось, из-за чего Лепс разозлился и начал его оскорблять. В итоге все закончилось дракой на улице и сломанным носом у пострадавшего. Полиция проводит проверку, Лепсу грозит уголовка. Ему уже посоветовали записаться в Вагнеры, чтобы искупить свою вину. Ну, чтобы не было так печально, от себя могу порекомендовать, может быть, записаться в ряды Вагнера, пойти воевать. Ну почему нет? Гриш, ты же возглавляешь отдел культуры. Ну и назад в совок, как хотели. Пока в типографию Тульской области поступают заказы на печать талонов на еду, зоркие российские СМИ не устают следить за ненавистным Западом. Так, оказывается, из-за роста цен британцы доедают за своими домашними животными. А еще там по классике все батареи холодные, электричества нет и газа. То ли дело в России. Там его настолько много, что в каждой квартире есть свой газовый баллон. И газа в этих баллонах даже больше, чем надо. Поэтому иногда и взрывается. В Нижневартовске, Ярославле, Заволжье. А говорили, что страна не газифицирована. Все есть просто чуть-чуть дороже и без каких-то там выплат непонятно за что, как в Америке. А Запад и вовсе уже не только загнивает, но и замерзает. Вырубили все деревья, сидят без света, а согреться могут только в русских домах. Судя по всему, именно так путинская пропаганда представляет себе жизнь в Европе. И на это сейчас все надежды у генералов от Морозов. Даже пропойный Медведев здесь не смог промолчать. Тем временем Польша может погрузиться во тьму вслед за Украиной. Неутешительные для жителей прогнозы опубликовал местный журнал. Напомню, в стране действует закон, согласно которому органы власти обязаны сокращать потребление энергии. В Варшаве могут ограничить поставки электроэнергии. Кризисные времена наступают и в Европе. На это Рождество поляки рискуют остаться без праздничной иллюминации. Слишком дорогим может оказаться для них такое удовольствие. Как Европа загнивает без света в холоде и голоде. Сейчас мы подснимем горячий эксклюзивный репортаж прямо с улиц Вражеской Варшавы. Прямо с центров принятия решений. Сейчас мы все увидим и посмотрим. Так, ну света нет, ничего не горит. Лампочки выключены. Возьмем на всякий случай фонарик. Мало ли еще ничего видно не будет в темноте. Вот, видим даже, что полиции пришлось включить свои спецсигналы, чтобы хоть как-то осветить улицы. Видно, что люди греются возле газа, чтобы хоть как-то согреться, холод. Интересный газ, кстати. В общем, это вчера. Не работало, сейчас все работает. Собака не даст соврать. Идем тестировать. Все горит, свет есть, тепло есть. Все, короче. Медведи, здорово! Как вам без света живется? Медведь! Медведи, здорово! Медведи, здорово! В общем, подсветили мы ложь пропаганды. Пропаганда, как всегда, соврала. Медведи, здорово! Медведь! Субтитры создавал DimaTorzok